Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как идут работы, проверила мэр города Валентина Калита Вместе со старым грунтом уходит 40-летняя эпоха Ремонта дворы на улице Пограничной не видели с момента постройки домов Теперь все изменится Все жильцы предусмотрели, они согласовывались И выезды, и заезды там все есть Безопасные проезды, новенький асфальт и тротуарная плитка Об этом мечтали жители На благоустройство пяти дворов этого района уйдет 30 миллионов рублей Радость горожан переоценить сложно Здесь были одни вот лужи, грязь Население здесь в основном старое Они не могут добраться до города, до центра Им приходилось вот сидеть в этих лужах Сейчас все так радуются, что вот у нас такой будет благоустроенный район Что наш далекий район не центр города, а окраину Что нас не забыли и нам это делают Делают благоустройство и благодаря самим жителям Чтобы попасть в программу формирования современной городской среды Горожане сами придумали проект и составили смету Сегодня ни один депутат, ни я, никто другой Не может взять и включить дом в какую-то программу Если жители сами не провели собрание Не провели инициативы, не выступили Мы ничего не сможем сделать А вот поддержать их, помочь им в документации Помочь им в проектах, помочь геодезию сделать и так далее Это да Жители дома по улице Чайковского 195 дробь 1 И вовсе решили превратить свой двор в концертную площадку В перспективе, Антина Сергеевна, мы планируем Мы же проводим здесь мероприятие Поэтому мы планируем что-то вроде эстрады Может быть сделать такое, чтобы где-то можно было выступать База тоже необычная Здесь раскинется клумба В ушках установят лавочки со столами А в центре сад с елью и цветами Любоваться благоустроенным двором Жильцы смогут уже в конце лета Шумит спецтехника и на Кузнечной 56 дробь 68 В этом дворе машинам больше не придется объезжать ямы Рабочие укладывают новый асфальт и устанавливают бордюрный камень Всего в этом году благоустройство коснется 23 городских дворов За три года, что на территории Благовещенска реализуется нацпроект Число отремонтированных достигло уже пяти десятков Жители по-разному относятся Кто-то с энтузиазмом воспринимает те новшества, те изменения Кто-то воспринимает это скептически Каждый двор получился таким, о каком договорились между собой И со всеми плюсами, и со всеми перспективами, которые требуются в дальнейшем усовершенствовать Увидеть, какие дома уже благоустроили, а какие только ждут в своей очереди Можно с помощью интерактивной карты Она размещена на сайте администрации Благовещенска Интерактивная карта, речь о которой шла в сюжете Это уникальный проект, разработанный городскими властями для благовещенцев Она включает в себя около десятка разделов по направлениям Но самое главное, позволяет посмотреть, что уже сделано в Благовещенске И что еще предстоит сделать Подробнее о проекте Кристина Слепцова Во дворах на Дьяченко 5,5-1 спецтехника шумела прошлым летом Эта территория не видела ремонта больше 30 лет с момента возведения домов Сейчас здесь красуется тротуарная плитка И самое главное, после дождя не остаются лужи Благоустройство придомовой территории провели в рамках программы формирования комфортной городской среды Увидеть, какие работы провели здесь и на территории всего города, начиная с 2015 года Теперь можно на интерактивной карте Интерактивная карта включает более 400 объектов с географическими координатами и фотографиями В зависимости от направления работы флажки на карте окрашены в разные цвета Например, темно-синими маркерами отмечены дома, построенные по программе переселения из ветхого и аварийного жилья А розовыми – отремонтированные участки уличной дорожной сети С помощью интерактивной карты можно заглянуть и в будущее Отдельный раздел проекта посвящен планам на 2019 год Желтыми флажками отмечены районы города, где в этом году проведут ремонт дворовых территорий или спортивных объектов Можно увидеть, и на каких территориях установят освещение, на каких улицах уложат новый асфальт тротуары Такая возможность, по словам городских депутатов, позволяет жителям увидеть всю работу, которая идет на территории областного центра Ведь зачастую пенсионеры живут одним кварталом, ходят в один и тот же магазин, ездят по одному и тому же маршруту А открыв, я думаю, они увидят колоссальный объем работы и поймут, что и администрация, и депутаты работают на благо нашего города Всю динамику работ можно видеть в онлайн-режиме Карту будут регулярно дополнять отчетами о проделанной работе и новыми планами по развитию областной столицы Более того, в разделе «Вопрос администрации» можно также задать какие-то вопросы, интересующие по этой интерактивной карте Мы будем очень благодарны, если эта обратная связь позволит нам расширить и сделать эту карту более доступной, читаемой и понятной для всех желающих Сейчас карта развития города за 2015-2019 годы доступна всем желающим Она размещена на главной странице сайта администрации – благовещенск.рф Также с ней можно познакомиться с помощью мобильного телефона, используя QR-код Новости короткой строкой продолжат нашу программу Они лаконично, но не менее информативно расскажут о том, какие важные события происходили на этой неделе в Амурской столице Объявлен очередной конкурс на разработку дизайна фасада выставочного зала Своё видение недавно представила Хабаровский дизайнер Но урбанистический объект горожане раскритиковали Камеры во дворе Горького 193 зафиксировали как неизвестный, дёргая двери, пытаясь проникнуть в авто Хозяин одного сообщил о пропаже кредитной карты и зарядного устройства Вора и ищут правоохранители Сотрудник ГОЧС Виктор Костелей спас из воды Зей 11-летнего мальчика Вместе со сверстником подросток находился в водоёме без присмотра родителей Спасатели просят граждан быть внимательнее на воде Пожаловаться на ненадлежащее выполнение работ по благоустройству во дворах могут благовещенцы Можно это сделать в городском управлении ЖКХ по адресу Богдана Хмельницкого, 8 Благовещенская сборная в 22-й раз подряд стала лучшей на Спартакеаде городов при Амуре За победу боролись больше тысячи атлетов из 10 городов В итоге золото у Благовещенска, серебро у Белогорска, бронза досталось Зее Ряды вооружённых сил сразу нескольких стран, в том числе и России, пополнились 87 молодыми офицерами Вдвоку прошёл очередной выпуск Среди новоиспечённых лейтенантов русские представители Абхазии, Анголы, Мали, Йемена, Палестины, Никарагуа и Перу Как прошёл выпуск, куда и с кем молодые офицеры отправятся к новому месту службы, узнаете из сюжета Торжественный салют на территории училища звучит в 107-й раз Именно столько выпусков прошло с момента основания Двоку Наталья Сампана пришла разделить праздник с мужем С малейцем Каборе познакомилась неподалёку от училища больше 4-х лет назад С тех пор не расставались, за это время успели пожениться и родить двоих детей Самой младшей Еве 10 месяцев, со дня на день все с семьёй собираются уехать из Благовещенска в Мали Поедем к папе в гости сначала, для начала, ну на 3 месяца, потому что это очень сложно туда перебраться на постоянку Поэтому как бы пока на 3 месяца, ну и чтобы посмотреть, как дети будут там привыкать к этому климату и всё такое Привыкать к офицерской жизни на новом месте придётся и Дмитрию Дорогову Молодой лейтенант отправляется служить в элитные войска, морскую пехоту Желание быть хорошим командиром не покидало парня все 5 лет обучения В итоге окончил училище с красным дипломом и золотой медалью В подарок получил новый кортик, который у морпехов принято целовать на удачу По распределению попал служить на край страны, едет вместе с женой Это был непростой выбор, естественно для неё это непросто, так вот переехать, взять со мной, с ребёнком Но она справится, я помогу ей, вместе мы справимся Я попал в 40-ю отдельную бригаду морской пехоты, город Петропавловск-Камчатский, это Восточный военный огонь К местам службы отправятся 87 российских и иностранных выпускников ДВОКУ Трое из них получили золотые медали, у 32-х красные дипломы Ещё трое вышли из училища с дипломом переводчика иностранного языка Все они получили благословение владыке Лукиана Он окропил их святой водой, поздравил с выпуском молодых лейтенантов и почётный гость Заместитель главнокомандующего с сухопутными войсками Учитесь, продолжайте учиться, в готовности повышать свой боевой потенциал Расти по карьерной лестнице, достигать вершин Вершин уверены в училище, их выпускники достигнут наверняка Потому что из ДВОКУ выпускаются по-настоящему сильные офицеры Выпускникам училища подрастает смена Военной подготовкой занимаются ученики 6-го лицея На острове Богородском у них проходят учебно-тренировочные сборы В качестве вожатых и тренеров курсанты и преподаватели ДВОКУ, специалисты МЧС Как устроена жизнь кадетов в полевых условиях, проверил заместитель начальника сухопутных войск по вооружению Преодолела ради этого 40-минутный путь по реке на катере и наша съёмочная группа Слушай, передай хлеб, пожалуйста Спасибо Шутка ли, за один день 130 ребят съедают 120 булок хлеба Его семиклассница Алена Никонорова в обычной жизни не ест Здесь даже полюбила Ежедневные тренировки и свежий воздух на острове Богородском, говорит девочка, пробуждают аппетит Кормят воспитанников учебно-тренировочной смены 5 раз в день Очень вкусно кормят Если просишь добавки, то всегда дают Всегда дают традиционные такие блюда, как борщ, плов, макароны Но есть некоторые и такие интересные блюда, как суп-карчо После плотного обеда отдых живут кадеты в специальных утеплённых палатках Одна вмещает до 20 человек Но даже в таких комфортных для полей условиях случаются форс-мажоры На днях из-за сильного дождя вода начала затекать в жилище Возле палаток у нас были огромные просто лужи Невозможно было выйти И соседняя палатка, одиннадцатиклассницы Их тоже очень сильно затопило И они безумно нам помогли Они тоже взяли все свои ложки, чашки, из которых они едят И начали выгребать нашу воду отсюда И мы выражаем им огромную благодарность, потому что они просто спасли нас от потопа К выполнению норматива приступить От обычного лагеря юный патриот отличается ежедневными тренировками Юнормеец Мария Гудинова боёвку надевает как опытный пожарный Укладывается в норматив 25 секунд Ни одной ошибки Девушка говорит, ей их допускать нельзя Я считаю, что пожарное дело это самое, ну для меня как главное занятие Потому что это моя будущая профессия То есть ты хочешь на пожары выезжать сама? Ну вообще женщины допускают Но может быть попробовать Ну поступать я точно буду на МЧС Свои навыки военного дела ученики 6-го лицея показали высоким гостям Как и чем они живут в лагере Посмотрел заместитель начальника сухопутных войск по вооружению Виктор Лизвинский Генерал-лейтенант подготовкой ребят остался доволен И даже успокоил тех, кто лил горькие слезы после проигрыша в традиционной эстафете Между тем профильные смены на острове Богородском ученики 6-го лицея посещают уже 6 лет подряд Для кадетов это обязательный этап в обучении Это все кадетские классы, они обязаны пройти учебно-тренировочные сборы И только по окончанию учебно-тренировочных сборов, когда у них выставлена будет оценка за это, они могут отдыхать Отдыхать, чтобы потом с новыми силами приступить к учебе К слову, этим летом обязательную подготовку в лагере «Юный патриот» прошли почти 250 кадетов 6-го лицея Продолжаем Более 60 благовещенцев пришли на встречу с Матроной Московской Ее мощи привезли в Амурскую столицу по просьбе жителей города Водосвятный молебен с их помощью провели в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы За церковным обрядом наблюдала наша съемочная группа Перезвон кадила, запах ладана, мягкий жар свечей и лики святых Обстановка располагает к откровению Ревика Алексанян тоже сегодня присоединилась к таинству Но пришла девушка к старице не с просьбой, а с благодарностью за спасенную жизнь Не так давно она попала в жесткую аварию От такой аварии люди не спасаются И до несколько дней аварии она приснилась, прям как живая И сказала, что не бойся седых волос, я с тобой О чудесах, совершаемых Блаженной Матроной, известно по всей стране Она помогает исцелиться, родить детей, сохранить семью И преодолеть финансовые трудности всем, кто ей молится Сегодня в храме все от мала до велика Дети, пары и горожане почтенного возраста Главное просим Матроночки здоровья, благополучия семейного Себе и членам семьи всех болящих людей Большую благодать получаем от Матроны Московской Частичку святыни в Преамуре привозят не в первый раз Три года назад, за два дня, к Матроне успели обратиться несколько сотен амурчан Блаженный Старицы Матроны приходят, скажу честно, даже неверующие люди Возможно, еще совсем не знающие, как верить, либо во что верить Но их тянет к этим святым мощам И, конечно, к покрову и заступничеству этой великой святой Возвать к помощи святыню благовещенцы смогут с 18 по 25 июня включительно Молебны с участием мощей будут совершаться в соборе каждый день Начиная с 10 часов утра и до позднего вечера Собственная эмблема, выставка, концерт и салют В свое 85-летие отметила село Садовое Впервые у него появился отличительный знак, нарисованный по собственной инициативе местным умельцам О том, чем и кем еще богато одно из самых культурных и цветущих селений городского округа в следующем сюжете Название села располагает в саду у Галины Королевой, что только не растет Вопреки мнению агрономов о неприживаемости груш, слив, вишен в низинных местах И такими культурами богат абсолютно каждый двор села, признается женщина Переехала сюда бывший работник администрации еще 35 лет назад, после замужества С тех пор ни разу не возникало желания покинуть Садовое Ни в одном селе я не видела таких добрых, хороших людей Я не разочаровалась ни в одном человеке Все действительно добрые, все знают каждого по имени, отчеству И все здороваются, никто не пройдет мимо И как бы большая семья – это наше село Садовое На праздник спешит самый юный житель села Правда, пока не своим ходом Егору Муравецкому всего три месяца Он и не подозревает, что к юбилею Садового ему подготовили подарок Родители малыша приехали к старшему поколению сначала погостить Но жизнь в уютном и спокойном селе затянула и молодую пару Мы планируем сейчас дом строить, свой здесь и уже оставаться Здесь есть и поликлиника, мы ходим, очень удобно Тут все есть для ребенка, все, что нужно История села уходит в глубину 20 века В начале это был просто хутор без названия В народе его называли Шадринская заимка или Архиерейские дачи Садовым это место стало только в 1934 году Сейчас его население составляет 1100 человек У нас тут есть творческие коллективы, креницы У нас очень развито культурное мероприятие с детьми Тут постоянно библиотека работает То есть у нас очень культурное село Очень много молодежи занято в песнях, в плясках, в музыке В подтверждение выставка для жителей села Здесь и корни пластика местного умельца Геннадия Чудаева И картины воспитанников художественного кружка Все они творят на базе Дома культуры К 85-летию села это здание обновляли Провели ремонтные работы в клубе Освещение сделали То есть стремление было И я думаю, что сельчане это оценят После захода солнца спокойный уклад села нарушил праздничный салют И на этом приятные сюрпризы для населения не закончились В этом году садовая получит спортивную площадку Ее разместят рядом с Домом культуры Сразу две знаковые спортивные площадки За неделю открылись в областном центре К радости любителей погонять на досках На территорию КЦ восстановили скейт-парк Только за час его посетило сотня ребят Подарок получили и благовещенцы, любящие игру с мечом В районе горпарка для них открылся центр уличного баскетбола Подробности в нашем сюжете Сил терпеть не осталось Не дождавшись официального открытия Скейтеры запрыгнули на доски и выполняют трюки Для этого теперь есть все условия Общая площадь скейт-парка почти 600 квадратных метров Оттачивать навыки ребятне теперь есть где А пробовать новый парк собрались не только юные скейтеры Пришли и те, кто стоял у истоков зарождения скейтбординга в Благовещенске Последние два года в Благовещенске не было площадки Это большое событие для города Вновь открывается площадка В принципе покрытие неплохое Хорошая марка бетона Он быстро подсоп Все ровненько Хорошая подушка, основание сделано Надеемся, что грунтовые воды И прочие неприятности Не навредят ему Трамплин, фанбокс, рампа для прыжков, горка и другие Всего семь фигур для занятий На создание скейт-парка у КЦ из городского бюджета ушло 6 миллионов рублей Кроме покрытия и фигур здесь установили видеонаблюдение А в скором времени появится и освещение Мэр города Валентина Калита уверена Новая площадка – первый шаг к развитию скейтбординга Сегодня наша задача – помочь организоваться им И создать федерацию Потому что на сегодняшний день в городе нет такой федерации Специалистов и профессионалов Которые бы занимались пропагандой, продвижением этого вида спорта Хотелось бы, чтобы то, что мы создаем базу сейчас Или восстанавливаем базу, придавая ей новый такой более высокий уровень Позволило молодым людям заниматься любимым спортивным делом Как и любители оранжевого мяча Для них на набережной в районе горпарка открыли центр уличного баскетбола Иван Паневин баскетболом увлекся три года назад Площадка родной второй школы, конечно, уступает открывшемуся центру на набережной Но совсем не новеньким покрытием, щитами и кольцами И даже не трибуны на 150 мест Обычно, когда я собирался идти на какую-то площадку Либо я собирал изначально людей, с которыми я пойду Либо есть созданная группа, где собираются люди тоже Просто пойти поиграть А я думаю, тут будет площадка, это на набережной Очень классно, много людей И я думаю, тут постоянно будет каждый день люди собираться И можно будет приходить играть Большая проходимость участка была решающим критерием в выборе места Центр уличного баскетбола – подарок Благовещенску от нефтяной компании «Сибур» Площадку, подобную нашей, они ранее открыли в Воронеже Что самое важное, это не только вопрос денег Это вопрос организации Что компания «Сибур» систематически сюда привлекает Извини людей, ведущих специалистов в сфере баскетбола Она, собственно, это позволяет учить наших ребят баскетбола Это очень правильная, такая очень похвальная деятельность Посещать обе площадки могут все желающие Главная просьба властей – бережно относиться к открывшимся спортзонам Танцующие скрепки, лазерная арфа, изображения в пустоте и не только В Кровеческом музее разместилась передвижная выставка из КНР Научные эксперименты и развитие инноваций Поучаствовать в научных опытах и экспериментах приглашают юных благовещенцев Чем удивляют гости из Поднебесной, расскажет наш корреспондент Роботы, волшебное зеркало, танцующие скрепки Всего 58 экспонатов Здесь можно посмотреть, как устроен рулевой механизм автомобиля И его коробка передач И даже заглянуть в бесконечность Одними из первых участников научных опытов и экспериментов выставки Стали дети из пришкольных лагерей Мы пошли смотреть на роботов, которые танцуют Как-то ими управляют пультом, нажимают куда-то и они танцуют Каждую машину надо крутить, чтобы они шли И каждый они идут, если не будешь крутить, как-нибудь энергии, то они остановятся Передвижная экспозиция делится на несколько частей Звук и свет, секреты электромагнетизма, научное шоу Всего 7 разделов Все настолько необычно, что интересно даже взрослым Это один из самых больших экспонатов выставки Механический ритм Он состоит из механизма подъема, возврата и разделения цвета Всего их 10, и все они связаны между собой Задача человека переместить мяч через все блоки Поочередно переходя от одного к другому и вращая маховик В конце ночь должен снова оказаться в первом механизме Уникальная выставка открылась в рамках 10-й российско-китайской ярмарки культуры и искусства Организаторы отметили ценность экспозиции Когда они просто на уроках физики слушают теорию, это одно А когда приходишь в такой интерактивный музей и сам на опытах видишь, как действуют те или иные законы физики Конечно, это, наверное, может кого-то простимулировать заняться более глубоким изучением В Преамурье подобная выставка приезжает впервые Более того, это первый регион, где развернутся необычные технические экспонаты Познакомиться с ними совершенно бесплатно можно будет в ближайшие два месяца В середине августа передвижная экспозиция отправится в другие города Амурской области В планах у Китайского научного технического музея показать уникальную экспозицию и в других регионах России Итоговая программа подошла к концу О самых ярких событиях грядущих дней поговорим ровно через неделю Смотрите также наши ежедневные новости город В них всегда самые актуальные темы Если у вас есть информация для нас, звоните 524202 До встречи! Редактор субтитров А.Семкин